Девушки отдыхают Пусть уже без президента, но тоже в очень хорошей компании. Так получилось, что вы стали возмутителем спокойствия. Вот так. Вот так. Не только тем, что написали замечательную книгу, которая зачитывается, к счастью, уже более миллиона наших соотечественников, не святые-святые, но и также тем, что заговорили об образе России. Вот сегодня образ России – это курящая матерящаяся девчонка, воспитанная, извините, нами же всеми. Или по-прежнему это милая и трогательная девушка с русой косой. Наверное, эти два образа сейчас спорят друг с другом, какой из них действительно станет превалирующим образом России. К сожалению, действительно, падение даже бытовой культуры в нашей стране слишком очевидно. Действительно, не надо сгущать краски. Конечно же, много замечательных, хороших, молодых людей, об этом никто не спорит. Но всё более и более агрессивно антикультура, всё то, что чуждо России, преемственности, исторической преемственности русской культуры, всё более и более поднимает голову и заявляет о своих правах. Это совершенно не значит, что надо такого рода явления, ну, скажем так, тотально запрещать, да? Но не культивировать их, не давать им доступа, особенно к сердцам молодёжи, ну, это же необычайно важно. Понятно. То есть суть развивается, но мы это никому не покажем, да? Ну, это непосредственно. Ну, президент сказал, что надо говорить не «кто виноват, а что делать?» Что делать? Замечательно. Во-первых, вот, например, как отец Тихонов становится председателем колхоза. Тоже, между прочим, работа на поле культуры. В Бризане, да, у вас, просто брат, кусок земли заброшенный, с людьми которых, судьбы которых не обустроены, и которые мечутся между образом девушки с косой и образом девушки на остановке. И вести их куда-то через работу, через... Это были девушки с плугом, или девушки у коровы. Ну, девушки у коровы ничего плохого. На остановке могу прерваться, сколько есть. Знаешь, вторая фраза. Я не такая, я жду трамвая. Знаешь, ну, мы по-другому, 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 по-другому. А в принципе, мне кажется, что надо втягивать в современные культурные практики без насилия, без революционных переворотов. И в этом смысле ни западная, ни традиционно русская, ни восточная нам не противопоказана. У нас страна с такой огромной традицией, в которую вписано всё. И современные практики тоже могут быть вполне естественно вписаны в живое пространство культуры. Вот, вы меня просите, я не понял, это как? Ну, хорошо, вот у вас есть музей-усадьба. Вы можете... Мне нравится этот подход, да. Я уже готов. Если у Владимира Венча была в музее-усадьба. У Владимира Венча уже была. Вы можете поставить пулемёт и отстрелиться до последнего патрона, не пуская туда современную культуру. А можете, как Владимир Владимирович Толстой, например, втягивать туда современную русскую литературу, которая здесь, рядом с Толстым, живёт. Там лекции «Время-просветитель» о современной науке. Почему в музее-усадьбе не могут существовать рядом культурные практики художников-авангардистов и художников-традиционалистов? А кормить их будет кто? На этом можно зарабатывать. Культура может себя, помимо всего прочего, и кормить. У вас большой опыт в руководстве культуры и в понимании, что мешает реально сейчас культуре, находиться в таком интеллигентском закутке и говорить, боже мой, боже мой, какой кошмар, какой кошмар. А вот что надо реально сделать, чтобы и деньги были, и люди ходили, чтобы не надо было мухобойкой, мухобойкой, ходи в театр, ходи в театр. Давайте определим вообще, с какой целью мы должны поддерживать культуру. Не мы, мы налогоплательщики, мы государство. Чего мы хотим? Мы хотим жить в процветающей, счастливой, стабильной и развивающейся одновременно стране. Правильно? Ещё красивой, одухотворённой. Красивой, одухотворённой. Можно привести множество примеров. Правильно? Поэтому нам самим нужно понять, чего мы хотим. Потому что сегодня самая главная проблема, с моей точки зрения, это проблема начального школьного образования. Сегодня культура, поскольку она ушла из вузов, культура ушла из школы. Сегодня детей не готовят к вступлению в жизнь. А зачем? А я объясню, в чём дело. Дело в том, что культура нужна для очень простой вещи. Для какой? Для очень простой. Культура усложняет взгляд на жизнь, если угодно. Она делает взгляд на мир более сложным. Мир очень сложен. Мы всё время с помощью фастфуда, с помощью в том числе и средств массовой информации, электронных средств массовой информации, стремимся этот мир упростить бесконечно. А мир сложен. И вот культура помогает сложно взглядывать на мир. То есть вы предлагаете, чтобы... Вот вы считаете, что в детском саду как раз дети должны осознать трагедию сложности мира? Нет, 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 нет. Дети в детском саду должны иметь хотя бы урок в музыке. Они должны иметь хотя бы урок в рисовании. И там они будут петь Стаса Михайлова. Они должны... Вы знаете, в чём дело? Это... Обратите внимание, Владимир Владимирович, это не я сказал, это вы сказали. Да, потому что я понимаю, откуда, какие песни они будут петь. Но если вы смирились уже все со Стасом Михайловым, то о чём... Вот где-то видите, здесь Стаса Михайлова, значит я ещё не смирил. Он по-своему... Кстати, он по-своему одарённый человек. Но это... Знаете, как когда-то Кабалевский говорил, сложной музыке надо отдавать время, а вот если вы хотите развлечься, послушайте Дунаевского. Он не знал, что ещё будет Стас Михайлов. О, да. Вот вы слушаете, наверное, как режиссёр, как человек мудрый, как большой театральный деятель. И думаете, о чём вы тут все говорите? Есть такое ощущение? Нет, все говорят о деле, все говорят искренне. Это я вас провоцирую культурно. Да вы известный провокатор про это. Да-да-да, упрощаю. Я-то как раз, может быть, поперёк уже выступавшим скажу, что мне-то кажется, что культуре на самом деле, на самом деле, культуре вообще ничего не грозит. Грозит нам. Без культуре нам грозит. А культура, она выживет. Какие бы фашистские режимы не наступали, какая бы цензура не наступала на культуру, всегда были лучшие люди нации, духовные люди, которые сохраняли культуру как таковую. АПЛОДИСМЕНТЫ Они есть и сейчас, только они не лидеры. Вот другое дело, что к ним своих пророков в Отечестве, к сожалению, не слушают. На пьедесталы подсаживаются люди часто недостойные, поверхностные, люди не столько принадлежащие к культуре, сколько гламуру, глянцу, коммерции. Совершенно верно. Вот эти угрозы для культуры, конечно, имеют место быть. И люди культуры должны, мне кажется, немножко спокойнее относиться ко всему этому. Почему? К тому, когда их выгоняют из помещений, когда им не платят достойных зарплат, когда им надо ходить с протянутой рукой. Им к этому надо относиться хорошо. Вы знаете, можно и с протянутой рукой творить чудеса культуры. Правда. Анна Андреевна Ахматова... Но точно не с вытянутыми ногами, потом уже тяжело творится. Андреевна Ахматова ела селедку с хлебом, но создавала, так сказать, шедевры поэтические. Кстати, вот она написала давным-давно вот такое четверостише. Я позволю себе его вспомнить, если сумею. И на этом сквозняке исчезают мысли, чувства и даже вечное искусство. Нынче как-то налегке. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эта вот облегченность, это некоторое вот такое поверхностное... Поверхностный заменитель культуры. Вот что опасен. То, что было названо фастфуд. Ну, да, фастфуд. Но, кстати, телевидение здесь, извините, как мы по телевидению, в первых рядах. Понимаете, дело не в том, что... Конечно, цензуру, здесь вы правы, нельзя запрещать всё подряд, как вы сказали. Скорее, надо запрещать запретителей, потому что мы наелись этих запрещений. Но ограничивается на... Хотела по времени показать. Но в художнике надо воспитывать личную, собственную ответственность. Понимаете, перед публикой, перед обществом. Когда я, простите, я заканчиваю. Когда вот я недавно посмотрел чеховский один спектакль «Дядя Иваню», из которого был полностью вымаран, вымараны экологические, так называемые экологические монологи Астрова, потому что, видите ли, режиссёру показалось это, видимо, скучным, вот, то это был нанесён, так сказать, удар в самое сердце Чехову, понимаете? Но все смиренно посмотрели и... А что должны были сделать? А ничего невозможно сделать. Но художник, который делал этот спектакль, мне кажется, убогим человеком. Понимаете? Геннадий Юрьевич. Кто виноват и что делать? Геннадий Юрьевич, как вы думаете? Знаете, если бы у меня были ответы на эти вопросы, я бы к вам не пошёл. Ну, во-первых, я хотел бы, тут понимаю, что сейчас буду на свою голову собирать достаточное количество негатива и претензий, и прежде всего от моего первого режиссёра и учителя, который находится напротив меня. Я прочитал замечательную фразу не последнего человека в русской культуре, к сожалению, покойного, Юрия Лотмана, который сказал, что культура начинается с запрета. Это фраза Лотмана. И сколько бы мы сегодня не говорили о том, что это был ужас за идеологизированного пространства в советское время, но вопрос фастфуда не стоял. Мы сегодня вообще говорим о культуре, прежде всего, и тут я согласен с Марком Григорьевичем, что ничего с культурой не произойдёт. Речь идёт о массовой культуре или о массовой бескультуре. Вот по левую руку от меня находится первый руководитель телеканала «Культура», который был открыт в 1997 году. Борис Николаевич Ельцин, царство Ему Небесное, внял просьбам, объяснениям и сказал, что это правильно. И появился государственный канал. И что получилось? При появлении канала «Культура» автоматически другие телевизионные каналы получили лицензию на «Бескультурия». Потому что они говорят в любом случае, в любых претензиях, «Вам не нравится? Включите культуру». Это кто вам сказал, что наличие канала «Культура» вам позволяет делать то, что позволяет? Я постараюсь быть максимально кратким. Да вы замечательно говорите, не ограничитесь. Я помню, во-первых, что здесь не мой сольный концерт. И во-вторых, помню, что вы меня спросили, Володь. Значит, я замечательную фразу прочитал, что «Культура – это величайшее зло, разрушающее духовный мир нашего телезрителя». Это очень хорошая фраза. Это тоже такой умник. Ну вот есть, не перевелись еще умные люди. И последний вопрос. А жаль. По поводу того... Нет, но... Это же фраза ироническая. Поэтому на вопрос, что делать. Я когда-то, значит, был удостоен чести входить в Совет по культуре при Президенте Российской Федерации. На одном из заседаний, тоже было очень бурное заседание, все обвиняли пришедшего туда заместителя министра финансов, был такой Зосим Петрович Молчанов, на него набрасывались, простите, с претензиями «да деньги, да деньги, да деньги». Короче говоря, когда все это закончилось, я сейчас не буду подробно рассказывать, и мы с ним одновременно оказались в лифте, уйдя с этого совещания, по разным причинам. Он, потому что все доложил, а мне нужно было бежать на работу. И вот мы вошли с ним в лифт, и он сказал, «А я знаю, как помочь нашей культуре, только я там не стал об этом говорить». Я говорю, «Почему, Зосим Петрович?» А вот если бы на один год все дали бы подпись на мораторий «Не воровать больше не надо». Один год! Тогда культура, я имею в виду даже массовая культура, про эту я не говорю, не испытывала бы никакой проблемы, потому что говорить о самоокупаемости культуры, с моей точки зрения, это первый нож всаживать в то, что мы называем культурным пространством. Владимир Ильич, я с тобой не соглашусь, я с каждым словом... Владимир Ильич, насчет запрета, я сказал. Да, но насчет запрета, я, кстати... Это разные вещи. Я вот здесь абсолютно на стороне... Но я надеюсь, что не надо закрывать канал культуры, все-таки. Здесь не категория закрытия. Когда мы говорим о запретах, трагедия встает в другом, что то, что раньше было моральными запретами, которые закладывались культурой, теперь вынужденно переходит в законодательную область. Что тенденция и не только России, но тенденция трагическая, потому что когда страна усиленно борется с религией, усиленно борется со всем тем, что определяет границы дозволенного, то потом ужасается границам недозволенного. Это такая... Это наш общий трагедия. Вы воплощаете в себе, бесспорно, там, блестящее знание реалий российской культуры, но и также теперь у вас и административные функции. Да. Но ведь все, что мы говорим, по большому счету, звучит как обращение к государству. И очень точно было сформулировано, что, каков заказ государства. Так, может быть, пора власти сказать, мы хотим видеть то-то. И тогда художник должен будет понимать, что ему надо не вымаливать копейки у олигархов и потакать дурным вкусом людей, которые могут купить не произведение искусства, а пошлый жест. А служить государству, понимая, что служит государству в великой цели. Не репрессивному механизму, а будущему России. И мы действительно ждем от руководителей страны такого обращения, именно обращения к культуре, потому что я абсолютно убежден, что культура обладает удивительным свойством облагораживать все, к чему она прикасается. Нам нужна культура власти, культура бизнеса, культура отношений. Это совсем не значит, что культуру надо воспринимать, как то, что показывают по телевидению, или, там, не знаю, два притопа, три притопа. Уж, надеюсь, точно не так и будут восприниматься. Абсолютно. Но, вы знаете, что важно? Важна привычка к культуре с детства. Вот по аналогии, как знание иностранного языка. Кому-то повезло родиться в языковой среде, в двуязычной среде, даже трехязычной среде. И для него очень легко воспринимать эти языки, и тем самым обогащать свой мир, расширять его. Точно так же кому-то повезло с раннего детства оказаться в мире филармоний, в мире театров, в мире музеев. И для него это становится не только привычным, но и необходимым с какого-то момента. И это колоссальное удовольствие. И дальше человек без этого уже не может жить. Такая гигиена души. Это просто... Не обязательно, что из всех этих людей должны вырастать творцы. Но зритель, слушатель, человек, обладающий другим, более тонким слухом и более зорким взглядом, он просто... Это богатство страны на самом деле. А бескультурный человек очень дорого обходится в стране, потому что бескультурный человек чаще всего становится агрессивным, чаще всего попадает, так сказать, в какие-то движения, которые мы можем там назвать, не знаю, скинхедами или какими-то еще. И государство вынуждено вкладывать огромные деньги в аппарат подавления. А не лучше ли высвободить эти средства и направить их на то, чтобы дети в самых удаленных уголках России получили вот эту прививку, если хотите, к культуре. Я считаю, что это беседомо обязательно необходимо продолжить, но сразу после рекламы. Не уходите далеко. Ну что же, несмотря на позднюю ночь, мы продолжаем беседы о культуре, но это не обозначает, что на нашей передаче культура находится в резервации. Очень активно зашел разговор о том, что должно государство, и в частности вы сказали о том, что все-таки должны быть некие грани. Ведь даже великая русская, ну скажем так, литература появилась в момент жестких ограничений, но раньше эти ограничения были духовные, светские, потом идеологические в советское время, а сейчас ощущение, что нет никаких. Так что же, полная свобода или жесткая рука? Вот символ внутренней свободы художника Александр Сергеевич Пушкин, наше все, он в молодости слово «цензура», иначе как словом «дура», не рифмовал никогда. Были, правда, еще более жесткие выражения по этому поводу. А вот в 30-е годы, незадолго до смерти, он начал писать «Путешествие из Москвы в Петербург», и там намечалась у него целая главка, которая называлась «О цензуре». И начал он ее очень своеобразно. Он начал так ее. Я глубоко убежден в необходимости цензуры. Государство, которое хочет быть образованным, нравственным и христианским, должно иметь цензуру, каким бы правительством это государство ни велось. Я цитирую по памяти, цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь. То есть, представляете, какая метаморфоза у помудревшего по-настоящему. А смысл, что очень многое человек. Государство, которое воплотит мечту Пушкина. Вот этих вороватых чиновников, которые ковыряются пальцем в носу и не способны излагать свои мысли хоть сколь-нибудь связанного. Вы представляете эти... Это представляете про губернатора Михаил Кимовича. Я говорю, в частности, конечно, не о вас, но мне нравится игривость вашего нрава. Хотя давайте посмотрим на тех, которые еще недавно были губернаторами в России, которым гораздо удобнее было ботать по фене и на соте базарить, чем изъясняться литературным русским языком. Давайте посмотрим на многих наших министров, выступления которых вызывают уныние, скуку, а главное ощущение, что это все ложь. Ложь это все. Но все-таки речь немножко о другом. Речь идет о том, что... Вот давайте вспомним, что такое, собственно говоря, само слово культура. Вот, Александр, спасибо, напомнили мне, что я еще и руководитель сельскохозяйственного кооператива большого. Вот, собственно, чем мы занимаемся в земледелии? Мы выпалываем сорняки и культивируем злаки и полезные растения. Вот слово культура, она происходит от того же самого корня. Культивировать, взращивать. Смысл культуры взращивать доброе. Вот то, что говорил тот же Александр Сергеевич Пушкин, «Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». И все то, что... Простите, а какое там было продолжение? В мой жестокий век восславил я свободу и мир к вашим призывам. Правильно. Совершенно верно. И вот здесь тут возникает вопрос. Так, подождите. Нет ли здесь противоречия? Никакого противоречия. А какой противоречия? Расскажите. Простое, потому что для нашего человека все жесткое и страшное идет от государства. А можно я встречаюсь? То есть противоречия свободе. Цензура и противоречия свободе. Ну, не только... Ну, это отдельная история. Я не хочу уходить в свою политику о Пушкине. Сложнее все. Я глубоко уважаю вас, отец Тихон. Но и в 30-е годы, и взаимоотношения с государем не будем в историю литературы уходить. Я убежденный противник цензуры по ряду причин. Среди них и по той причине, о которой говорил Владимир, мне кажется, что не система запретов, а система преференции. Система поддержки того, на что мы ставим. А Александр Сергеевич Пушкин это именно имел в виду? Может быть. Если бы так, я согласен заранее. Но я хочу сказать о другом. Я уверен, что у нас нет возможности это выяснить. Что гораздо важнее, чем цензура. Гораздо. Это то, о чем сказал Владимир Ильич. У нас есть барьер между образованием и культурой. Эстетическое воспитание это страшное слово, которое пугает всех. Потому что что эстетическое воспитание... Идите все. Художественное воспитание оно ушло из школы. Вы говорите детский сад сложная картина мира. Да, в детском саду, если вы представляете себе, как ребенок играет, он играет в сложный мир. Он осваивает роли во время этой игры. Он учится быть взрослым. Он учится быть ответственным. Это социальные навыки. Это социальные навыки и это усложнение мира. И поэтому, если не будет эстетического воспитания в школе, как ставки, на которую мы все готовы подписаться, не будет у вас ни аудитории для сложного искусства, и для простого не будет, ни для нравственных ориентиров, тогда придется ввинчивать мозги цензуры. А кто будет преподавать и что? Будут преподавать что? Людей, кусающих в музее, публично испражняющихся, и занимающихся целью музея Дарвина говорят, что это есть акты современной культуры? Татарский учитель, чеченский учитель вполне с этой задачей справятся. Есть кому... Я, как бывший кружковод, который долгие годы работал с детскими кружками литературного творчества, могу сказать, это работает прекрасно от маленького писателя к большому читателю, от маленького актера То есть мы оботремся на мировой художественный опыт, а не на современные представления коммерсантов о том, что есть культура. И на лучшее в современном тоже. То, что работает, связано с жизнью и нравственностью. Конечно, уроки рисования, уроки музыки, это хорошо, но я думаю, что панацея совсем другом. Культура – это нравственность, это воспитание внутренней нравственности человеческой отдельной личности и общества в целом. Нерон был актеришком, Гитлер хорошо рисовал, и так далее, и так далее. Тысячи примеров можно. Сталин писал стишки, значит, в молодости, полографоманские. Нет, филографоманские. А он и не был Гитлером. Он и не был Гитлером, бесспорно, но, тем не менее, был Гитлером. Это не панацея. Панацея, если говорить, вот что делать, вот что должно делать государство. Я вам скажу так, вот что нужно для театра, я это чувствую и знаю точно, совершенно. Театру необходимы законы меценатствия, как в цивилизованной стране. Вот я прошу, обращаюсь к вам, как члену Совета Президентского по культуре. Ну, поставьте нам, наша Госдума не мычит, не телится уже многие-многие годы. Нет у нас Да она никогда не мычала и не телилась, а не о другом. Нет у нас в стране вот этой поддержки, вот этой поддержки к культуре. Да, государство не может содержать на загривке у себя там 800 государственных театров. Их, может быть, слишком много с точки зрения государства. Но... Театрис, я не понял, а почему не может? Ну, почему? Потому что государство не обязано датировать такое количество, так сказать... А что тогда обязано государству? Государство... Разворовывайте виллы в Ницце, государство обязано? Государство должно создать условия для того, чтобы... Государство должно создать условия для того, чтобы вот театры действительно реально выжили, если не может. А в советское время театры... Да. Были силу государства, Да, были. Но взамен театр платил идеологические верности. Сегодня мы творим в бесцензурном пространстве, слава Богу, это счастье, это великое достижение нашего времени. Или мы затолкаем нас, затолкаете всех нас в прошлое. Да, вы прекрасно говорите о Пушкине, но что-то я не слышал, чтобы с Гаврилиады Александра Сергеевича вы сняли бы некие обвинения в агрессивном атеизме и так далее. Я не слышал, секундочку, я не слышал, чтобы Лев Николаевич Толстой, который вот в Ясной Поляне в могиле без креста стоит, чтобы вы его простили наконец. А это был великий русский религийный человек. Верующий человек. Это был глубинно верующий человек. Но давайте его всего запретим. Почему? Потому что Анна Калинина, скажем, блудница. Давайте запретим всего Достоевского, потому что там проповедь Судригаловщины и Смердяковщины. Потому что хорошо это вы сейчас, интеллигентный человек. Но такие сегодня есть тенденции. Но церковь это говорит? И такие тенденции есть? Нет, нет, нет. Позавчера вот я услышал, что в одной из филармоний запретили прокат спектакля в Ростове-на-Дону. Иисус Христос Суперстаг. На Дону или Великого? На Дону. В Ростове-на-Дону, именно. Потом Метрополия сказал, что она точно не причем. Но это позорно для нашей культуры. Да, но здесь очень важный момент. Вот вечная проблема России. Когда запретить, почему-то говорят, виновата церковь. Но там-то все светские граждане этим занимаются. Совершенно верно. Отнюдь не церковь. Дуракам везде у нас дарут. Совершенно верно. Но они же ориентируются. Это как раз то, о чем мы говорили. Что дурак при власти наведет такой порядок, что потом все будут говорить, ну что же вы такие идиоты. Есть некоторое, простите, я не собираюсь, простите, менторски с вами разговаривать. Я очень внимательно вас слушал. Поверьте мне, что услышав вот из ваших авторитетных уст какие-то слова о том, что надо все-таки, какая-то цензура все-таки должна быть, то на местах возникнут такие ревнители, такие рьяные ревнители, которые доведут до абсурда. Можно цитировать Пушкина больше. Нет, нет, можно цитировать. Когда-то в советское время один человек говорит, ну, когда у вас в Москве подстригают ногти, у нас отрубают пальцы. Это правильно. Поэтому, знаете, мы это все проходили. Я сейчас не про цензуру, я про другое хотел сказать. Два слова, более важные, как мне кажется даже. Вообще, отношение государства с культурой – это вопрос крайне сложный, потому что отношение государства с художником – это не отношение заказчика и человека, который бежит исполнять заказ. Мы видим, к сожалению, огромное количество произведений, которые сделаны по заказу патриотическому, к таковой дате, к сякой дате. Это смотреть невозможно. Художник на то и художник, что он должен услышать мир совершенно особым зрением, услышать особым ухом, особым зрением увидеть мир. Он без кожи живущий человек. Я процитирую Ленина, я прошу прощения, это не модно, наверное, сейчас. Что писал Ленин в статье «Партийная организация, партийная литература»? Он писал, партийный литератор – это человек, оплодотворяющий достижение партийной мысли. Не мысль партийная его учит, чего ему делать. В этом смысле очень опасно, когда говорят, дайте месяц, скажите... Но надо помнить, что тот же Лич призвал быть колесиком и винтиком общепролетарского дела. Да, я с большим трудом могу себе представить творца, являющегося колесиком и винтиком общепролетарского дела. Колесик и винтик никуда в сторону не сваливали. Милый, мы сейчас тебе объясним, что ты должен делать. Вот мы говорим так, нам для государства нужно это, это и это. Это будет катастрофа. Мы так все время говорим о массовой культуре сегодняшней. Я закончу сейчас. Посмотрите, вот посмотрите структуру репертуара театров в советское время. 70% того, что ставилось, хуже, чем тот фастфуд, который мы сегодня едим. Потому что когда ставили все театры поваленно... Ровно настолько, что фастфуд был в советской столовой. Да. Это был фастфуд в советской столовой. Малую землю, не олег, не олег, все театры поголовно. Целину поголовно. Когда структура, когда там главные книги, которые приходили в библиотеке, были книжками Шушлова. Ребят, ну чего мы себе морочим голову? А потому что на фоне этого все-таки возникали шедевры. А сейчас ходишь с лупой, а шедевра нет. Есть шедевры. Есть шедевры. Я уверен, что есть. Я уверен, что есть. Есть шедевры. Есть. Ну, слава богу. Есть такая партия, тоже, по-моему, кто-то кричал. Партии нет, а шедевры нет. И партия есть. Иван, молодец. Какая причем? Так, вот Толстой, Церковь, отсутствие креста. Знаете, я про другое. Про Ясную Поляну, про Толстого. И можно просто прояснить, чтобы понимание было у нас? Нет, ну, у Православной Церкви, у Синода, видимо, были основания. Лев Николаевич довольно дерзко высказывался и, в общем-то, подвергал основы серьезной критики. Но дальнейшая история нашей страны, 20-й век жестокий, мне кажется, что показала, что прегрешения Толстого по сравнению с тем, что пришлось пережить стране, они, в общем, несоизмеримые. И, конечно, Лев Николаевич большой гуманист и действительно глубоко верующий человек, в догматах не совпадавший с православием. Но мне не хотелось бы на эту тему сейчас высказываться, потому что... Но лежит без креста? Это было его завещание, это его воля. Вот просто очень важно понять, что это было его воля и его завещание, а не движение русской православной церкви. Я этим летом, так случилось, перечел исповедь, причем перечел раза три Толстого. Если бы, Господи, если бы верующие люди так бы страстно переживали свой внутренний мир и мир вокруг человека этого, Да что вы, о чем мы говорим? Какая разница в догматах? Это был верующий человек, верующий в небеса и в человека рядом. Но с этим никто не спорит. Для меня гораздо важнее то, что в сегодняшней Ясной Поляне, Толстого уже больше ста лет нету среди живущих на этой земле, Но в Ясной Поляне продолжается вот эта правильная культурная жизнь, там есть атмосфера, самое главное. Мы создали, наверное, единственный в России музейный детский сад, куда приходят дети из деревни, дети сотрудников музея. Они вырастают совершенно другими... Они в шесть лет личности, они начинают отстаивать свою точку зрения, они спорят с родителями и с педагогами. У них есть стержень, понимаете? Да, спасибо. И они, кстати, говорят нам спасибо, потому что сейчас они уже заканчивают школы, первые выпускники. Мы воссоздали в деревне сельский клуб, дом культуры. Прекрасный, куда приходят жители деревни на лекции победителей премии «Просветитель». Слушать про многообразие языков, про происхождение человека, про полеты на Луну. Поэтому полный клуб сидят еще на ступеньках. Это востребовано, это нужно. Также я уж не говорил, что приходят на концерты, на фильмы. Такая сельская идиллия, поселяние и поселянки. С левой школы, справа больница. Это продолжение русской традиции, когда вокруг Баринова возникла жизнь. Деньги? Ясно понял, это государственный музей, у которого есть государственные финансы. И бюджеты? Одна часть. Нет. То, что мы содержали и содержим в детский сад, это то, что зарабатывает сам музей на приеме посетителей. А можно, Владимир Владимирович, неловко сказать, я скажу. Вытолкнули в 90-е годы директоров музеев-усадеб в рыночную ситуацию. Они в ней освоились. И как только они в ней освоились, в них поотбирали права. Дайте, не мешайте, они научились зарабатывать не воруя. Дайте им эту возможность. Перестаньте их подгонять под эти идиотские прокрустные законы. Очень жалко, что практически никаких разногласий. Слава Богу. Нет, жалко, потому что, получается, на подиуме, или как это место будет у нас называться. Хорошо, что они лобные. Да, практически. Да. Люди, которым не о чем друг с другом спорить. Очень трогательно. Аудитория, которая аплодирует по совершенно непонятному сценарию в этот момент. Вот все, что происходит здесь, все говорит. Вот здесь одна жизнь, и здесь другая. Абсолютно. А что хлопаете-то? Не надо. Вам не вели. Это не важно. Мне кажется, я, наверное, ошибаюсь, потому что настаивать ни на чем не могу. Не про запреты идет речь. Суперответственность должна быть у тех, кто имеет массовый выход к российским гражданам. Я опять возвращаюсь к тому, что происходит на нашем телевизионном пространстве. Телевизионное пространство формирует на сегодняшний день, что происходит в обществе. Как люди воспитываются, что они хотят видеть, что они хотят читать. Театры, о которых вы говорите, фильмы, о которых вы говорите. Это такая маленькая составляющая. И она была, есть и всегда будет. Мы не об этой культуре сейчас говорим. Мы говорим о том, о чем Саша сказал. Наступит момент, когда будет некому ходить и воспринимать это, потому что не хочется прибегать к жестким формулировкам. Но массовое сознание и уровень культуры, который воспитывается с помощью средств массовой информации, прежде всего телевидения, прежде всего, вот где заложена самая главная собака. Никаких запретов, ничего не нужно. Но люди, которые возглавляют телевизионное пространство, руководят, когда они говорят, нам главные рейтинги. Всё. Конец. Ну, я боюсь, извините, Владимир Владимирович, я боюсь быть сейчас плохо воспринят всеми окружающими, но я вам должен сказать, что российское телевидение одно из самых разнообразных и интересных в мире. Хотите вы этого или не хотите. Другое дело, что вообще заварительное... В смысле, вообще всё телевизионное пространство? Если мы возьмём телевизионное пространство в целом... Массовые каналы? Массовые. Безусловно, потому что давайте так говорить, серьёзно. А где ещё сегодня в таком количестве русских человек услышат слово, там, святейшего патриарха или отца Тихона? Где услышат слово, там, Владимира Толстого, ваше, Геннадий Викторович? Где ещё? Телевидение разное. Нельзя так говорить, что оно всё чудовищно. А я не сказал, что всё чудовищно. Геннадий Викторович придумал гениальную вещь. Зварыкин. Объясняю, что изобретатель телевизора. Кнопочка такая. Спасибо, Михаил Викторович. Кнопочка такая. Просвети. А я думал, это отец чемпионки Милова под шахматом. Там была такая кира. Знаешь, он придумал две кнопочки. Одна вкл, другая выкл. Выкл, возьми книжку Пушкина или отца Тихона. У меня большая проблема. Пока не нажимайте выкл, я одно слово хочу сказать. Что, конечно, ещё важнее школа. Телевизор. Ну, школа – это единственный институт, через который проходят все. Практически. 99%... Не может школа воевать с телевизором. Не может. Я же не говорю, что надо противопоставлять. Но заниматься надо школой, впервые. Это верно связано. И второе, что сказать, вы всё-таки два человека, которые здесь присутствуют, для меня... Я бы своё тянули. Вот отец Тихон, Владимир Толстой. У них могут быть разные взгляды. Но уж точно кто виноват, не они. Они взяли жизнь окружающую их. И изменили их. Вот в том разброде, в котором она есть. В том раздрае, в котором она есть. И придают ей порядок и стройность. А это и есть дело культуры. И культура обрастает в жизни. И жизнь воспринимает то, что они несут. Вот, собственно, ответ на вопрос. Есть люди, которые превращают хаос в некую гармонию. Это и есть люди культуры. Есть люди, которые некую гармонию, пускай хрупкую, обратно возвращают в хаос. Вот с этим надо, опять-таки, бороться не за претом, а преференциями. Знаете, в конце концов у нас хорошая конституция. Там всё написано. Там написано, что можно и чего нельзя. Почему-то есть из-за фояции? Я не понимаю. Потому что у нас плохая конституция, но не страшно. Я не понимаю. Потому что я боюсь людей, которые будут принимать решения. Правильно. Но всё дело в том, что почему-то... Я хорошо знаю, что я... Правильно. Но почему-то человек надевает марлевую повязку для того, чтобы не заразить окружающих. Это нормальная вещь. Главный вопрос. Я в комнате, что я не говорю. Собственно, вопрос в том, нужна ли в нашей стране государственная политика в области культуры, образования и воспитания. Вот об этом, собственно говоря, и шла речь на президентском совете. Впервые, надо сказать, за все эти годы поставлен этот вопрос. Нужна ли государственная политика в области культуры, образования и воспитания. Все поняли уже, без всякого президентского совета и так совершенно ясно, что это необходимо. Какой вектор этой политики? Это тоже необычайно важно. И все признали, что вектор этот должен быть и нравственный, в самом высоком и ясном смысле этого слова, и исторически преемственным. Вот сможем ли мы все вместе создать такую государственную стратегию в области культуры, образования и воспитания? Вот этот вопрос. Или это снова уйдет в милые интеллигентские разговоры и так далее и тому подобное. Спасибо всем, кто участвовал в программе и смотрел нас. Продолжим дискупировать о главном через неделю в программе «Воскресный вечер». Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. Не все телевидение одинаково вредно. Спасибо.